Управляющие компании и энергетики не ждут холодов и уже сейчас начинают давать тепло в квартиры самарцев. Об этом рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Приоритет отдает тем домам, которые находятся рядом с социальными учреждениями. В первую очередь включайте дома, где находятся социальные объекты, либо библиотека, либо поликлиника, встроенная-пристроенная, да, есть такие. Либо там сидит детский садик какой-нибудь. Точечный, начинаем включать эти объекты. Дом включаем и включается там поликлиника. По словам энергетиков, такой подход значительно упрощает процедуру подачи тепла. Это удобно тем, что котельная уже находится в работе и данные дома, находящиеся на одной ветке с социальными учреждениями, запустить легче и быстрее происходит пуск тепла в жилые дома. Также Владимир Василенко сосредоточил внимание коллег на соблюдении масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Пассажиров, которые не пользуются средствами индивидуальной защиты, не пускают в общественный транспорт. Первый вице-мэр поручил активизировать работу по проверке соблюдения масочного режима. Жесткий вариант. Останавливается транспорт в масках, если одет, остановился на полпути. У всех есть в кармане маски. Это касается всех. Подъезды обрабатываем, общественные территории обрабатываем, транспорт обрабатываем. Напомним, в Самаре продолжают действовать ограничения в связи с пандемией. Соблюдение масочного режима в общественных местах обязательно. Анатолий Головко, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События.